КОЖНЫЙ ДЕСЯТЫ РУБИЛЬ КОЖНЫЙ ДЕСЯТЫ РУБИЛЬ На своё утрыманне зарабляють сами лавки, мангалы, каваные подставки для вазону и навод мыла. Рыхтують для продажу на кирмаши областного свята аграре у дажинки у Кличеве, жильцы Салтановского дома-интерната. Один из методов социальной реабилитации инвалидов – праца в майстернях, дозволяя зараблять додатковые сродки для потреб установы. Гэтые речи для загородного дома – заказ насельництва. Зуробленные они руками жильцов Салтановского дома-интерната, что под Могилёвом. Одны займаются столярной справой, другие – под кировництвом инструкторов, готовят мыло. Третья – у суседнем помешканне, его старанно упаковывают. Продукцию повязывают на кирмаш. Работаем столярными работами и под заготовки досок. На территории у нас красота была хорошая. Проживающие у нас занимаются этим. Учимся шкатулочки делать на выставке. Гнем металл, делаем лавочки. Им прописана трудотерапия 4 часа в день. По возможности, они у нас очень талантливые. Они у нас стремятся даже к этой трудотерапии. Но кто-то больше занимается. Все занимаются по своей возможности, по своим заболеваниям. Ну, как-то так. Но стараются все заниматься. Праца, по словам специалистов, – это не только частка терапии жильцов-интерната. Практично все, что вырабляют в майстернях – столярной, мыловаренья, швейной – имкнутся продать. И вырабы ГТК расстаются попытом. Тем больше, что реализуют их по себе кошти. Мы их продаем, участвуя в ярмарках, в различных праздниках районных, областных. Эти деньги, которые мы зарабатываем, мы пускаем как на укрепление материально-технической базы, как на оснащение наших мастерских, на приобретение расходных изделий, так и на стимулирование заработной платы тех работников, которые работают вместе с нашими проживающими. Наши изделия не уступают по качеству тем фабричным, скажем так. При этом соотношение цена-качество у нас гораздо более привлекательное и приемлемое, чем в торговых объектах. У дома-интерната есть своя господарка – некольких гектаров земли. Так что сельгаз-продукция уласная. У администрации Салтановского дома-интерната удокладнили – каждый десятый рубель они заработали сами. Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Подлеток загинул ДТЗ в Краснопольском районе, еще двое дорослых отримали тяжкие травмы. Их автомобиль съехал в кветы и урезался у древа. Отбылось агета недалека от везки Ясенка. Сгодно, по передней информации, держа от инспекции, водитель легковушки не справился с кированием. Удар был мощный. Двух мужчин с травмами разной ступени тяжкости забрали у больницу. Яны у реанимации. Подлеток у авары загинул на месяце. Обставины ДТЗ высветляют следчая. У Бабруйску на Березине потану мясцовый жыхар. Мужчина отпочывался брами на березе речки, а потом пошел купаться. Як рассказали вратовальникам знакомые, гэтага мужчины плавать он не умел. Да и место, где купался мужчина, было не пристосовано для водного отпочинка. Трагеды и пазбегнуть не отрымалась, а подтанулому было 29 годов. Две трагеды и одна причина. Неосторожность при куренне провела до пожара у Славгороди и Могилевским районе. У садовым товарыстве новая нива, что под Могилевым горыл дачный дом. У огни загинул его господар пенсионер 1955 года народжения. А у Славгороди на улице Пионерской на пожары у своем доме загинул жыхар райцентру. Так само 1955 года народжения. Могилевских бизнесменов и тех, кто распроцовывает проект стартапу, вучили, как вести успеховый бизнес и развить свои предпринимательские сдольности. Мастер-класс с индивидуальными консультациями провели для тех, у кого есть еще только идея проекта и для тех, кто мкнется развивать уже истинный учебизнес. Эксперты поделились опытом с всеми интересными и рассказали, как развивать интернет-проекты и избегнуть проблем с бизнесом еще на початковой стадии. У меня есть проект, меня интересовало, что компетентные люди по поводу моего проекта скажут. Может, есть какие-то недоработки, что-то, что поменять, что исправить на этапе стартапа, чтобы это все получилось, чтобы это все сделать на ранней стадии и довести это уже до ума. Здесь больше стартаперы. Они живут в каком-то своем иллюзорном мире в розовых очках. И когда появилась идея, ребята сразу приступают к ее реализации, не анализируя, тем самым подвергая угрозе свой проект и обрекая его на неудачу. Поэтому я всего лишь поделился своим опытом те ошибки, которые мы допустили при реализации различных проектов. Даже если хотя бы один человек воспользуется 1% того, что мы сегодня наносили, это уже большое счастье. Это приятно. Три медали с международных стартов спортсмены Могиленской области удало выступили на европейских турнирах. Так, у итальянским Грасета, где завершился юнацкий чемпионат по легкой атлеты, цыба бруйчанка Татьяна Шабанова стала владельницей серебрного медаля в Безе с пирожкодами на 3000 метров. Узгадаем, меньше чем праздва тыдни у Лондоне почнется галонный стар сезона чемпионат света. И керауниства национальной сборной разглядаем акчимость дать шанс медалистам юнью-йоркского чемпионату выступить сярод мацнейших атлетов планеты. Рыхтуются до планетарного форму и белорусские дюдаисты. Их чемпионат света пройден на приконце жнивня у Будапеште. А по кулю Минске отбылся европейский кубок. Наша команда завоевала шесть медалев, два з яких на рахунку Могилюшан. Так на высшайшую ступень пьедысталу знялся Ягор Варапаю. Він перемог у финальным поединку атлета з Израиля. А крых ураней бронзовым призером кубку стал Дмитрий Минькоу. Могилюшкий Днепр перемог Минская Динамо. Футбольная падея отбылась и пачас кубковой сустречы. Лёс звел гэтая команды на стады 1-8 финалу. Дагэтуля, а гісторая супредстояння тягнется больше за 400 годзя. Могилючане николи не перемогали. Кубковый матч отбылся у неделю на столичном стадионе «Трактор». Минчане, які зараз выступают у Лизии Европы, не стали переносить гульну с Днепром и дали отпочинок игрокам основного складу. Супрать нашей команды вышли амаль одны резервисты. Могилючане на дворот гуляли мацнейшими футболистами. Серотых были и новички. Один из их, Александр Джигера, стал героем сустречы. Пачас одной затакт он трапил мячом у перакладину ворот, а празд некольких хвилин замкнул передачу Яугена Барсукова. Забитый гол стал одиным у поединку и принес первую кубковую перемогу могилючанам Супрать Минского Днепра. Днепр проходит у наступную стадию. 25 липень заплановано опалювание выниковой скульптуры 15-го международного пленеру по керамице «Арт Жижаль». На базу отпочинку Вербки под Бабруйском все лето съехались 20 мастаков керамистов из 9 краин. Из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Франции, Украины. И у першиню тут керамисты из Индии и США. Девіс Арт Жижалью состоится незменным от традиций, где сучасности прозвопит майстерства. Все лето его основная тема – флоры и фауны и их трансформации в сучасности. Головная задача – развитие беларуской керамики и поддержка творчей молоди. В группе есть люди, с которыми мы уже работали. Это большое счастье. Такой заряд невероятный. Во Франции много чего интересного есть, но такого нет. Отпуск – это одно, а все-таки это не совсем такое уж там праздное времяпрепровождение, приходится много работать. Международный статус ПЛНР обумоливая обмен в опытом и традициями. Мы учимся друг у друга, даже не то что технологиями, а именно восприятию жизни, восприятию природы. Допустим, одно и то же событие, одно и то же можно совершенно по-разному изобразить. Соправдным саутором кожного из керамистов з'является печка, а думень не знаходит з'юя гульную мову напрямую залежить паспаховость скульптуры. Ну там по цвету дыма. То есть, когда дым светлый, надо подкидывать снова и смотреть, чтобы температура росла не очень быстро. То есть, вот для этого существует прибор. Центральная скульптура селетнего пленеру – код Боня кожный зудельников уносит у него в образ нечто свое. Это как автограф каждого участника на определенной площадочке небольшой. В керамике много разных техник, я использую много абстрактных мотивов. Ничего особенного, но по этим приемам меня узнают. У вечера 25-го липень заплановано показальное обпальвание выниковой скульптуры 15-го международного пленеру по керамице «Арджижель». Завершится свято керамики выставой у Бабруйским мастацким музея 2-го жнивня. Диана Унфальта, Лена Кутузова, Иван Боровы, новин региона с Бабруйского района. Стали вядомы термены проведения международного пленеру по живописи в образ родимый у выявленшем мастацтве. И он пройдет с 14-го жнивня по 7-е виросня. Як поведомили у Магилевским Аблваканками, 10 дней мастаки будут працавать на академичной даче Паленова у Тульской в области, а потом на Магилюшчне. Селетний пленер присвечен из 145-го дня дня народжения народного мастака Беларуси и России Бялынинского Берули. Тому и будет проходить на Ягородиме у Бялынинском районе. Плануется проезд мастаков с 8-ми краин близкого и далекого замежа. С 1-го и по 30-е виросня в Магилеве распочнется активный гандль школьными товарами. Место размещения кирмаши у Магилеве Канчаткова затвержено, кажуть, уголовным управлением гандлью и послух Аблова Канкама. Им станет пляцовка побач с гандлевым центром Парк-Сити. Во управлении додает для зручности школьный кирмаш будет працывать без выходных с 11 до 19.00. Тут им кнутся представят широкий ассортимент школьных и канцелярских товаров. А так само довольно разностайную линейку школьной формы от ведущих предприемств у Беларуси. Заявки на уделу кирмаши подали амаль 20 организаций и 5 десятков индивидуальных предприемников. Специалисты удокладняют, для зручности покупников школьные мини кирмаши плануются проводить и в районных центрах. Практично у кожным универмагу уже организованный тематичный гандль. И на пенсии можно текавые плённо проводить вольный час. У гэтым пераканалесе жихары агрогородка Лопатич и Славгородского района больше за 30 человек наведывают отделение дённого знаходжения для пожилых. У Комитете по праце занятости и социальной обороне Могилёвского облого конка мы удокладнили. Лопатич и у гэтым сэнси уникальный агрогородок. И он один и в области и сельский населенный пункт, где працует подобная установа. Усягон на Могилёшчине 15 отделений у дённого знаходжения для грамадян пожилого взрослого и створены яны в городах. Человеку нужно развиваться и так, чтобы это всё, как говорится, отдушина какая-то должна быть. Всё нравится, всё, кажется, для души, для тела, всё отдыхаем, как положено. Это для всего. Для общения, для здоровья. А зарегистрировано у нас в отделении 30 граждан пожилого возраста. Если сказать просто, для чего нужно это отделение, это для организации досуга пожилых граждан. Мы организовываем на базе отделения мероприятия и досуговые, и спортивные, и культурно-массовые. Также мы ещё принимаем участие в региональных и областных смотрах, конкурсах разной направленности. Международная выстава кошек «Васильковое лето» собрало у Могилёве амаль 200 удельников взрослых краин. Кошечья споборничали упрыхожость, элегантности и кошачьем интеллекте. Як выбирали золотую кошку Могилёва, расскажет Ганна Лапо. У свете налишивается до 70 пород кошек. И кожные суладальники упыльнены. Кожная уникальная и со своим характером. Есть кто одного корниша покупает, потом второго. Как говорится, такая поговорка. Лучше одного корниша, только два корниша. На международную выставу кошек «Васильковое лето» у Могилёв приехали удельники с Прибалтики Беларуси и России. Многие кошки охотно знайомятся с наведовальниками. Они очень хорошие и что они ласковые. Тут можно было побачить экзотичные породы, яких у Могилёвы еще нема. Например, такая порода, как Бомбей, заявилась у СНГ только в 2006 году. Вывели эту породу у США. Вот захотели они, чтобы была такая домашняя мини-пантера. Вот они ее и вывели. По характеру она не пантера. Нет, по характеру она не пантера. Может быть, внешне она и кажется пантерой, но вы же видите, какая она игривая, какая она дружелюбная. А у конкурса «Золотая кошка Могилёва» перомох кот Пабло, абиссинской породы. Для сяброу просто паулуша. Ему горь. Он очень ласковый, очень общительный кот. А почему такую породу выбрали? Вы знаете, она считается кот-собака. Они очень общительные, ласковые, очень подвижные. Выстава кошек «Васильковое лето» у Могилёве прошла в десятый раз. И Могилёв, символом якого можно смело назвать льва, уже может претендовать название кашечной столицы Беларуси. Ганна Лапо, Александр Тарасов, Новины региона. Наши новины доступны на сайте tvrmg.baino. Я с вами развитываюся. Доброго настрою. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...